добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня хочу продолжить тему одного прогона многие пишут комментариях задают вопросы на ватса пишут что это за такое за прогон не гоню ли я в итоге но я уже пытался объяснить что это такое давайте попробуем разобраться вместе подходит ли один прогон для всех батарей сразу оговорюсь что один прогон для всех батарей не про не проканает не пройдет и попробуем разобраться на с этим на двух батареях то есть вот заряжать будем вымпивами 16 вольтами ограничим напряжение 16 вольтами или вольтами как правильно не знаю значит на одной батареи я выставил зарядный ток 2 и 4 ампера на 2 батареи 2 и 2 значит что это за батареи значит первом случае у нас это кеменский мир медведь честно говоря я бы на месте производителя не я бы наклеил дороже медведя я бы наклеил наверно рожек помню всю штуку ну в крайнем случае сурта потому что на медведь эта батарея конечно же не тянет она я сколько перемерил я не знаю несколько десятков наверно в магазине там где у нас реализует ни одна батарея не одна батарея привавка вот этих параметров она не выдавала значит вот мы на ней выставили 2 и 4 ампера вторая батарея у нас рейсер это наш казахстанский производитель и зарядный ток я здесь выставил немножко меньше 2 и 2 2 25 грубо говоря потому что она прыгает 2 на 2 и 3 значит почему такие токи значит грубо говоря это где-то варить и и процента вот емкости этой батареи здесь 6 3 батарея здесь батарея 60 значит эта батарейка у нас новая ей нет еще и года и и владелец забыл выкнуть выключить поджопник подогрев сиденья который втыкается в прикуриватель кстати сегодня аж до хрипопистом спорили что прикуриватель он должен отключаться вместе с зажигания он утверждает что для буду он должен ушел как завода завода прикуриватель лично я не встречал чтобы завода прикуриватель был включен при отключении ключа зажигания если есть такие напишите в комментариях я сейчас минутку немножко сбили меня с мысли приехали клиенты запоздавая почти 7 часов народ едет вот привезли батарейку еще одну нашу такую казахстанскую вот с такими параметрами 4 процента посоху 23 заряда 101 ампер пусковой ток 1214 нрц и сопротивление 2754 плотность 19 но разговор не об этой батарее если бог даст если она выйдет вместе с этими аккумуляторами и они тоже немножко расскажу как с ней пришлось двигаться но первую очередь я конечно ее буду отогревать потому что на батарее минус 7 разговор у нас именно вот этих двух вот у нас вот так все заставлено работа кипит работа любит так на что касаемо вот это этого суслика или медведя как правильно не знаю вот такие параметры на входе то есть при езде с такими параметрами 67 посоху батарея как бы полностью заряженном дело в том что эту батарею сняли с автомобиля автомобиль приехал своим ходом его прикурили я ему дал оборотную батарею и клиенту мчал пусковой 494 нрц 1255 и сопротивление 559 плотность 1.17 давайте вам покажу параметры не буду снимать я снял при клиенте так после доливки воды я долил водички и плотность у нас 1.15 вот это я все демонстрировал клиенту что касаемо вот этой батареи значит мы ее оставляем также на 16 вольтах будем вытягивать батарейка новенькая как бы просадка была очень не скажу что быстрая но и не замедленная не из-за того что там недозаряд либо накопленный разряд разряд произошел очень быстро практически за ночь он забыл выключить поджогник батарея за ночь она полностью высадилась и плавненько переходим к этой батареи вот это наш производитель полдокурган рейсер линейка рейсер что могу сказать о этих батарейках это бюджетный сегмент они я предполагаю что делается из вторичного сырья выход на выходе производитель заявляет 500 ампер иногда выстреливает что это батарея 500 ампер вытягивает но очень редко с приваткой очень часто езжу на закуп батареи и помогаю клиентам выбрать значит вот такие параметры немножко обляпал я эту батарею параметры очень будем так говорить хреновая 11 процентов посоху 81 процент заряда 167 пусковой 1249 нрц и сопротивление 1652 плотность на момент приемки было 125 но здесь ситуация вот такая батарея 18 года 58 день это конец февраля в конце февраля 18 года практически батареи четыре года стоит учитывать то что батареи в среднем в год теряют до 12 процентов своих параметров и по-другому ну где-то 50 ампер даже если мы возьмем за 10 процентов 50 ампер это батарея в год она должна терять то есть за четыре года она 200 ампер с него должно выскочить вылететь и прекрасный результат будет если мы вытащим даже 300 ампер я об этом сказал клиенту я не волшебник я не чародей и смотрю на эти вещи реально причем притом это был номинальный как бы замер задел в том плане что я не могу сказать как батарея это эксплуатировалась но судя по пластинам батарея не сильно изнушена и будем надеяться что все-таки под 400 ампер попробуем ее вытащить значит что у нас по плотности здесь также я покажу я заливаю в начале заряда и плотность у нас 121 121 вот в таком плане это батарейка что ж я сегодня заканчиваю работу отключаю те зарядники которые мне не нужны которые у меня работают в дозаряде оставляли только те которые с которым я работаю на автомате то есть на первом цикле на дозаряде эти батареи я показывать не буду сегодня разговор только об этих а двух батареях которые мы попытаемся зарядить одним прогоном вот запомните эти лица 37 зарядников я их оставляю на ночь в автоматическом полностью автоматическом режиме и следующее включение будет соответственно утром а я поеду до дома ну что друзья как видим на одной батарейке заряд у нас окончен вторая батарейка еще работает вторая еще заряжается так время у нас прошло 15 лишних часов но сейчас выбил нам сам подскажет сколько он морожит эти батарейки давайте дождемся показаний так 16 часов пошло о бочке так 14 и 4 ампера отдано на красненькую так а что у нас с усиликом 33 ампера отдано также 16 часов прошло я думал 15 так ну что давайте сделаем замер плотности начнем начнем с нашего тюменского суслика как видим кипение идет блогнит напряжение 15,9 и пока еще идет 1,6 ампер зарядный ток так плотность у нас 1,27 1,27 1,27 ну я думаю дождемся окончания заряда и плотность у нас поднимется до 1,28 1,28 так с этой батарейкой мы продолжим работу эту батарею я буду отключать и будем от зарядника и будем ждать когда батарея отстоится чтобы сделать замеры плотность 1,28 так что еще хочу сказать с самым наблюдательным хайпером которые попытаются написать мне что я мерил вначале одним ориометром потом а сейчас мерю другим хочу сразу сказать ребята идите на хутор бабочек ловить только попробуйте написать такую хрень я как вы наверное заметили я батарейки не покупаю для своих экспериментов это батареи моих клиентов и если я буду вот таким простым образом их на ебу обманывать то ну отхерачить меня не отхерачит конечно я смогу дать сдачи но батареи мне возить перестанут поэтому репутация моя не должна от этого пострадать от таких дешевых экспериментов все поплывки у меня поверены через рефрактометр я работаю пока с тремя поплывками которые вот эти поплывки которые не соответствуют показаниям рефрактометром и они у меня в отстой в налоге лежат что еще хочу сказать с утра кофе попил что-то мысли в кучу не собирается но давайте дождемся отключаем рейсер часа через четыре будем делать замер на нем и дождемся окончания заряда на тюменском бир блин лучше бы написали не бир а бир тюменское пиво но нет с медведем я не хочу конечно сравнивать хотя пару батареек привозили мне тюменских медведей вот именно в желтом корпусе не в оранжевом не вот такие вот вот он стоит если вам видно это вообще ну не говно а говнище батареи очень проблемные очень сложно с ними работать каждой батареи нужно находить подход напряжение окончания заряда на всех батареях разное ну говнище короче а вот эти в желтом корпусе попадались и показатели на выходе превышали заявлены ну не намного чуть-чуть чуть-чуть по сравнению как реактор себя показывает это конечно небо и земля реактор считаю одним из лучших батарей на рынке ну а самые лучшие это конечно штатные батареи которые идут устанавливаются на вас вот эти самарские акомы которые устанавливаются на вас на некоторые рину потом а на уазиках попадаются и на газельках тоже попадаются да так ну ладно пока останавливаю запись будем ждать пока наш тюменский суслик добудет что друзья прошло еще буквально 20 минут и выпил нам подсказывает что заряд у нас окончен 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 так ну давайте-ка замерим сразу плотность что у нас показывает ариометр ариометр показывает 127 1 127 27 вот одним прогоном до 1 28 не удалось прогнать поэтому мы сейчас выключаем зарядное устройство и даем батарейки отстояться на заряднике не выключая зарядник зарядник у нас является активной нагрузкой до момента когда нрц у нас не устаканится в районе 13 и 1 13 вольт как только нрц у нас устаканится мы проведем еще один цикл до заряда с такими же параметрами ничего подкручивать накручивать не будем оставим настройки прежними дожидаемся устаканивания нрц ну что ж уважаемые подписчики ситуевина такая где-то часа полтора батарея отстаивалась на он сейчас давайте заметим 18 и 4 часа прошло времени со вчера сначала заряда как мы начали работать с этой батареей полтора часа батарея отстаивалась и час где-то у нас происходит до заряд то есть после окончания заряда прошло если быть точным два часа двадцать минут то есть часа полтора было стоя и минут сорок у нас идет до заряда он еще продолжается но на этом на этой стадии нужно постоянно мониторить плотность я сейчас плотность замерю и плотность у нас 1,28 давайте я это продемонстрирую вам так плотность плотность поэтому я думаю прекращать заряд останавливать и батарейка будет у нас отстаиваться также часа 3-4 потом буду делать сделаем тест как раз это будет конец моего рабочего дня а батареи я буду отдавать завтра клиентам то есть я вечером перезвоню скажу чтобы они забирали ну завтра утром я люблю чтобы батарейки у меня отстоялись полностью пришли в себя процесс заряда был закончен полностью и на выходе чтобы мне не пришлось краснеть что у батареи там появился либо саморазряд либо еще какие-то проблемы с чистой совестью с чистой душой уже отдать клиентам и чтобы они с улыбкой на лице продолжали эксплуатировать свои машинки так ну что пока опять отключаюсь и в 6 часов будем делать замер тестером ну что дорогие подписчики время ровно 6 часов а уже не ровно уже 6 минус 7 и пора подводить какие-то итоги нашей работы с этими двумя батарейками ну давайте начнем наверно с тюменского медведя или медведя висок или сушенька так заявлено очень громко но батарейка якобы алькор стандарт кальций кальций так ну давайте посмотрим что у нас получилось так 600 ампер батарея показывает 96 процентов по суху 589 ампер пусковой ток 468 сопротивление и напряжение nrc 1316 батарея отстоялась где-то часа 4 ну nrc говорит о том что еще возможно какое-то расслоение так где он нотереометр ампер 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 находился совсем рядом шаговой доступности как оказалось так давайте глянем плотность плотность 1 28 1 28 1 ну расслоение еще есть наверное я сделаю еще один дозаряд сегодня где-то час времени у меня еще есть потому что привезли батарейки которые надо вначале оттестить посмотреть что наметить план работы вот с этой с такой батарейкой напишите в комментариях есть какой-то интерес по работе с ними эти аккумуляторы стоят на погрузчике на катерпиле катерпиле и вот в таком состоянии клеммки эти клеммы все под замену клеммы я буду делать так ну не немножко отвлекся что хочу сказать по вот этим параметрам которые мы получили в итоге тюменский медведь он с прибавка вот эти параметры это параметры батареи с прибавка то есть полностью заряженная батарея никогда не вытягивает сто процентов посоху и пусковой ток я ни одной тюменской тюменского медведя не встречал чтобы пусковой ток соответствовал показаниям по конвей кстати небольшое еще отвлечение себе позволил только что буквально получил сообщение то ли украинский то ли белорусский номер начинается на плюс 3 в котором обиженный забаненный не побоюсь этого слова довбоёк написал что я якобы аферист так ну это дело сугубо ваше уважаемый довбоёк неуважаемый довбоёк каждый имеет право на своё мнение я всего лишь показываю он очень сильно обиженный на то что я не выдвигаю никаких теорий не рассказываю дебри а кому нужны твои дебри вы в теориях очень сильно завязли читая книжки кому нужна теория он найдёт эту теорию в любом месте слава богу есть интернет ещё до сих пор сохранились библиотеки пошёл нашёл теории побоюсь это слово дохуя дохрена и больше но я всего лишь показываю свои методы и результаты своей работы вот и всё кому не интересно ради бога не смотрите но я никому не позволю писать хамские комментарии все прочее свой адрес хотите быть заблокированы пишите я слежу за комментариями так что так ну что рейсер у нас показал 69 процентов по суху для 4-х летней батареи отличный результат и 418 ампер пусковой ток я думаю мое предположение долгосрочных прогнозов я ни одному человеку не дал и не даю что то по прогнозам по моим что эта батарейка переживет эту зиму я обязательно посмотрю на автомобиль посмотрю с чем связана вот эта вот просадка его и почему батарейка пришла именно в такое состояние в которое она ко мне добралась сопротивление 661 так пусковой я говорю 418 418 в принципе достаточно до минус 20 машинка будет заводиться очень уверенно это полторашки мотор так нрц 1303 также батарея стоялась 4 часа но нрц слегка завышенная для 4 часов но я думаю батарей батарейка отстоится до утра и нрц придет в норму так ну здесь плотность у нас почти 129 дай бог чтобы в этот аккумулятор не доливали электролит но я этого не заметил по состоянию плотности во всех банках плотность во всех банках ровная я не буду перемирять я это показываю клиенту на выходе так ну этот ролик наверное мы будем заканчивать он и так длиннее получился с отступлениями с моими негодованиями ребят кому не интересны ролики просто не смотрите я теории там дали амариотта или еще там чьи то я вам рассказывать не буду пальцем пальцем веером гнуть не буду чисто примеры пример батарейка вот батарейка вот зарядное устройство и результат и в промежутке то как я работал с этой батареей всего лишь на все никаких теорем никаких таблиц никаких этих блять блять из башки вылетел схемы блять нет не схемы ладно судима неважно к вечеру башка немножко уже начинает притормаживать ну что дорогие друзья на этом ролик будем завершать будем заканчивать всем добра удачи здоровья всего самого наилучшего кто считает меня аферистом ну проходите мимо проходите ребята мимо вот такой аферист который ремонтирует батареи да вот насчет афериста не знаю откуда ветер дует но этот парняга на букву он претензии высказал по конвей вот ребята по конвей вот эти батарейки мне привезли абсолютно замороженные вот эта батарея была полностью все же шесть банок замерзшие батарея была раздутая как шарик на входе на входе 1 вольт вот это вот показатели батареи вот показатели так это соседская также была замороженная но здесь были заморожены не все банки вот тоже показатели на входе и вот этот аферист который или украинец я сам украинец по национальности но сообщение пришел с украины я не буду впрягаться в дягре в дебри выйти лаяться собачиться кусаться зачем мне проще у меня нету времени на это ребят я работаю с утра и бывает до позднего вечера сегодня часов 8 с работы наверное вот 1300 лучше у нас получилось с этой батареи 76 процентов по суху батарея выдает 1140 и давайте глянем плотность чтобы это было ах ты блядь много накачал вот так вот так ну смотрите плотность 127 127 127 кстати вот тюменские батареи которые идут с прилавка почему-то идут с плотностью 131 здесь 126 с половиной ну разбег небольшой я допускаю я допускаю сейчас позвоню клиенту если он завтра утром не заберет то еще один цикл до заряда я с этими батареями сделаю чтобы выгнать кому интересно подписывайтесь будут ролики я надеюсь будут ролики если вот такие долбоебы не но они надеются на это что у меня отпадет желание это снимать ну будет настроение буду снимать по большим батареям здесь 132 батареи как обслуживают эти батарейки также привезли полумертвые и я их вытащил практически до 100% по суху если кого-то не устраивает конвей тоже сразу обходите мне этот приборчик нравится он отлично работает отличный помощник в работе нагрузочная вилка у меня валяется где-то я честно говоря уже забыл где она какое-то время да работал с нагрузочной вилкой какие-то делал вычисления сейчас все гораздо проще исходя из этих параметров можно дать полное заключение по состоянию батареи и по дальнейшей работе с этой батареей также виден результат наглядно а результат наглядно виден по моим клиентам ребята клиенты уезжают и если с машиной все в порядке погоду я их не вижу они приезжают кто приезжает на обслуживание там через год через может полгода просто на обслуживание а кто-то ну батарейки имеют свойство высаживаться иногда забывают свет выключить всяко бывает ну приезжают ко мне аферисты ладно еще раз всем добра удачи здоровья прошу прощения за свой монолог что высказался да наверное зря я начал снимать это все а может и зря ну буду рад если кому-то мои ролики пригодятся если кому-то пригодятся мои советы по работе с батареей ну а этих хайперов или запыхателей будем обходить стороной вот и все всем пока пока